Всем доброе утречко! Мой завтрак. Сегодня завтракаю я одна денёшенька. Лена спит ещё. Она что-то заспалась немножко. Поэтому завтракаю без неё. Блин, мухи достали. Бутербродик, яйцо варёное и помидорчик жёлтый. Я просто от них болтею. Да? И вот она ласа-ласа-душа пришла. Ласа-ласа-душа. Альма где-то там бегает, гавкает на соседей. Они близко подошли к нашей территории. И она гавкает. Достала уже, блин, гав-гав. Целое утро. Так, всё. Всем приятного аппетита, кто кушает и начинает свой день вместе со мной. Ой, бери, ты хочешь за ручку мне взять? Ребята, всем привет. Мы с Леной в городе. На почту, короче, в Аврору. Я в Авроре целое лето не была. Да? Мне так кажется вообще. Вот по магазинам пройтись, там кое-что купить надо. Вот, там перед школой какие-то мелочи, мелочёвку пробежимся. Если потом что-нибудь возьмём себе покушать, может, шаурму какую-то, да, или что-то такое, перекусим. Ну и ближе к вечеру, наверное, аж в этот самый, на деревню, на дачу. Так, нам сюда. Потому что одна из почт у нас переехала. Вот. Другой микрорайон, получается. Ну, тоже, не далеко. Так, у нас город маленький, что в одну сторону, что в другую. Можно целиком город за 15 минут пройти. Всё быстро. Альма на деревне, на хозяйстве вместе с Жуком охраняют, охраняют дом охранники. Вот, а мы по делам. Ну, сегодня такой жарковатый день. Сегодня утром в беседке смотрела, 30 градусов показываю. Тридцатник. Хорошо. Всё, идём. И ещё, Рена, напомни мне, я забуду, я ключи взяла от бабушкиных квартир. Пойдём к ней на хату. Посмотрим, что там есть в кустах. Та, я шестью. Этого Степана покормить надо. Вот. Сухой корм. Мама там отверила порционно. Чё, сколько насыпать? Лотки? Так. Пришла, короче, вчера этот самый, лотки менять. Четыре лотка. У него четыре. Нифига, как царь живёт. Четыре туалета. Какой хочешь, такой гадь. Гадь. Зайдём, покормим его. Водичку поменяем. Ну, такое. Короче, такие дела. О, тенёчек, хорошо. Мы зашли, ребята, они купили дневник. Покажь, покажь. Иди на эту сторону. Вот такой вот. Он как плетёный, но он погни его чуть-чуть. Он мягкий, потому что еле нашли. В основном все такие с острыми концами, в жёсткой такой. Да, ему реально, если углом по башке дать от этого дневника, можно дырку пробить, блин. Мозг вытечет. Ну, короче, такие твёрдые оплётки. А это мягенько. 110 гривен. А, ты про тревогу рассказывала? А, в Аврору только зашли, блин. Я там не была аж целое лето. Зашли, только закрыли там вон пакет, короче, в шкафчик. Ступили ногой в магазин и такая тревога. А у них магазин закрывается. Думаю, ну капец, просто непруха. И сейчас была отмена тревоги, мы возвращаемся в Аврору. Ребята, очень вкусное мороженое. А ну, покажи на этикетке, что там. Вот такой вот грейпфрут. Ой, драгонфрут. Баубаб. Баубаб. Драгонфрут. Очень вкусное. Привет, Степан Батькович. Большой. Он толстый стал. Мячик. Он толстый. После стерилизации. Да, все коты говорят, что этот самый. Все коты говорят. Вчера пришла, я его не видела давно. Я пришла, офигела. Это что это, какашка, чей игрушка? Игрушка, господи. Так, короче, мы тут накупили всяко-разно, блин, всяких вкусняшек там, всяких это самое. Даже вредные чипсы взяли. Фу, я так устала. Лена, мы с тобой уставшей выглядим. Так, ладно, пошли его кормить, потому что он сейчас нас съест. Пошли, Степаныч. Пошли. Нифига ты вообще! Огромный. Вот его порция корма оставленная. Последняя, потому что завтра мама приезжает. На, Лена, открой. На, открой. Вот завтра мама приезжает. Последнюю высыпаем. Полностью? Ну да, она сказала, что порция. Зайчик, не съешь меня, пожалуйста. Да не съешь он. Нифига себе порция. Я в шоке. Мой обед. Мой обед. Так, сейчас воду поменяем. Помидоры. О, сушка. Мошки, мошки летают. Ребята, зашли на квартиру. Сидим прямо на балконе. У нас сегодня день расслабухи и день вкусняшек вредный. Поэтому мы сегодня будем вредничать. Если я пивасик взяла. Будем сегодня вредными. Такой хребет копченый. Это килька пряного посула. Короче, чипсы, сухарики. Вот Лена только кушает в принципе со мной. Да, Лена? Угу. Всякие вот эти вот гадости. Это бывает очень редко. Все, ребята. Мы на деревню. На дачу. Покеты набрали. Кое-что поели. Кое-что с собой. Мы сегодня купили на развес красной рыбки. Такую засолить на бутербродике. Ну, типа это, лосось или что. Да, Лена? Угу. Чешем, короче, домой. Все, ребята. Мы уже дома. Так, покупочки у нас небольшие. Бартак оставили. Яйца. Яйца. Творог. На 55 гривен. Сметана. На 67 гривен. Кефир. Сколько-то? Не знаю, чей-то не может. Майонез. Что-то около 40 гривен. Или дешевле. 30% дешевле. Да, майонез очень подорожал. Если большая упаковка, то почти 80 гривен стоит нормального майонеза. Мои любимые теперь шоколадки. Хорошен. Там на каше, когда стоишь, их так гребешь. Так. Это здесь. Вот она. Селедка. И красная рыба на развес. Значит, килограмм. 350 или 390 гривен. Я полкило взяла. Даже меньше. Короче, на 170 гривен. Вот. И селедка. И тут то, что мы не доели дома еще рыбка осталась. Короче, в пакете не буду, но все там копченым пахнет. Хорошо. А, Лена. А, мы в Авроре, короче, были. Мы потом вернулись. Была же тревога. Альба, здравствуй. Была тревога, мы потом вернулись после отмены к Ваврору. Лена себе купила помаду. Вот такую-то обалденную. Я, кстати, ей на ручке покажу вас. Давай я на ручке покажу. Я ей накрасилась, мне она очень подходит. И я, как мне показалось, здравствуй. Я Лену попросила в городе, когда она будет, чтобы проходила мимо, купила мне такую же. Она в жизни чуть поярче, чуть такая бордовая. Тут она прям, ну, короче, она чуть другая. Резиночку Лена себе купила такую розовую в ромашку. Да. А, эти сережки классные. Очень классные. Сколько они, Лена? 160, да, по-моему? Да. Короче, такие сетки. А как мне их показать? Давай я покажу. Вот такие, ну, так, ну, покажи. Гвоздик, а там на цепочке звездочка. Да. Ну, вот так вот получается. Прикольно. Они такие. Да. Ускорщенные. На, прячь. Не потеряй. Да. Это типа медицинское, это самое. Серебро. Серебро, да. Так, в Авроре. Я себе купила... Отбивался комаров. Новые перчатки, да. 20 с чем-то. Чек где-то потерял. А, есть чек, ребят. Ой, тут ничего не понятно, ребята. Вешалка. Здравствуйте. Букавычки. 22 гривене. Короче. Взяла вот эту штуку. Лена говорит, мама, зачем ты взяла? Я не смогла не взять. Вот такая штука. Меня привлекло... Вообще, это в кухон... Нет, это в отделе для душа, ванной, туалета. Так, вот. Я думаю, что если может быть на кухон... Ну, короче. Прикольная штука. Чем мне она понравилась? А тем, что она сзади имеет полоску... Это... Клейкую. Такую вот. Обрываешь и клеишь. Вот такая вот. Блин. Не знаю, захотелось. Так она стоит, по-моему, сигню там. Сейчас посмотрим. Вешалка. 34 гривны. Что такое 34 гривны? Вообще ни о чем, да? Так. Цехлет. Знаете, с чем? Батон с оливковым маслом. Так. Ребята. Я взяла. Это очень классная штука. И здесь еще дополнительный... Заправлялка газовая. Это зажигалка. Такая штука очень пригождается. Вернее, зажигалка для подпаливания, поджигания мангалов. Особенно печей. Запальничка. 49 гривен. Ну, то есть вообще ни о чем. Она вот такая длинная. То есть, если тебе надо в костре что-то... Ты засунул, это из металла. Засунул и оп, и зажег. Все. Вот такая классная штука. Полная она. Так это в полмощности она сейчас. А если на полную, то еще больше пламя. Круто. А так меньше. Ну, короче. Был белый цвет и голубой. Ну, белый вроде как красивше. Все. И запасной этот самый. Заправлялка. Видите? Классно. За такую цену вообще шикарно. Так, дальше. Помните, я себе покупала для удаления у яблок сердцевины. Но у меня она в квартире. Думаю, Альма, иди сюда. Лена, она воды ищет. Смотри. Вон, возьми белый. Она не воды искала, мама. Она чесала себе попу. Ну, так как это очень неудобно. Часть каких-то прибамбасов, приборов у меня на квартире. Должна быть часть и здесь. Поняли? А, еще я зашла, хотела купить. У меня же сломалась чеснока, этот, давилка. Пресс для чеснока. Ой, я устрашиваю, ребят. Пресс для чеснока, но там были, но они такие вообще. Я его сломаю в первый же день. Хлитки никакие. А вот эта штука попалась, я взяла. Удаление сердцевины у яблок. Мне сейчас надо на сушку много яблок перерабатывать. Очень удобно. Так, как она называется? Рассикач. Нет? Нет, да нет. Вишенка полная. Изнышка на синее. Не знаю. Короче, по-моему, 30 там с чем-то гривен. Нож для овощей 29. Ну, ерундаш. Дальше. Знаете, что это такое? Увидела в Авроре случайно. У нас они бывают очень редко. Это рассекатель газа на газовую конфорку. У нас почему они редко? Мне часто пишут, Юля, в Авроре продают. В Авроре. Я хожу, но там их нет. У нас мало что привозят, потому что у нас маленький магазин. Я тоже искала один как-то. Не из этого. А из-за чего? А потому что у нас не газифицированный город. У нас цена электрики. Не востребована такая штука. Но меня услышали, видно, и привезли. Короче, я не знаю, как эта штука работает. Вот я, бывает, варю собакам кашу. Я ставлю на минимальный, но всегда есть угроза. Во-первых, этот минимальный все равно слишком шпарит. У меня каша подгорает. И есть риск, когда я ставлю на совсем-совсем минимальный, если пройти резко и сделать дуновение ветра, он может потухнуть, погаснуть. То, что у меня, кстати, недавно и случилось. А это рассекатель. Он как-то... Я не знаю, что он делает. Не буду вам рассказывать. Сейчас будет и смеяться. Короче, рассекатель именно подходит, чтобы варенье, чтобы огонь был еще тише, еще медленнее кипело в кастрюле. Поняли, да? Рассекатель. 19 гривен. Мам, я тебе говорю, послушай... Дела один, чтобы попробовать, как он работает. Говори. Это, не только потому, что у нас город такой. Я тебе говорю, у нас, кроме рассекателя, еще я помаду одну не смогла найти. Я не думаю из-за того, что у нас нет газа, не привезли помаду. Потому что заходишь на официальный сайт магазина Аврора, там ассортимент гораздо больше. А у нас в магазине нас меньше. Зерна горчицы. 11 гривен. Моющая для посуды. Ребята, взяла вот такой. Для того, чтобы не переплачивать за вот эти вот баночки, там, ферри и так далее. Тем более, я пользуюсь вот этой вот штукой, в которую баночка у меня сохраняется. Я сюда только меняю содержимое. Наливаю. Поэтому нефиг переплачивать. Взяла 20 с чем-то гривен. Сейчас посмотрим. Короче, вот такой вот купила. Так. Может, как раз кому-то тоже надо покупать. Да не знаю. Помада твоя ли на 29 гривен, кстати. Угу. 29. Все, не манима. Вешалка. На, ищи. Слышишь? Ой. Так. Дальше. Вот такая штука. Это для паспорта. Для ID паспорта. Лена, когда получила паспорт, я ей заранее подарила чехол. 29. 29? Спасибо. Я ей заранее купила чехол для паспорта. Розового цвета. Красивый. Но он такой, как книжка, как раньше были паспорта. А оказывается, она получила паспорт новой. Вот этой вот уже, этот самый ID карточка пластиковая. Короче, такая штука. Для этой карточки. И последняя, ребята. Ой, да. Альма. А ну погоди, погоди. Дай я это. А как заснять? Давай это. Все. Ну давай. Надо. Подожди, подожди. Они будут бояться. Упасть. На. Все это? Игрушка. Мячик. У меня, скажи, давно тут ничего не было. Мячик, игрушка. Ты отдай уже ребенку. Боже. Какая игрушка. Довольная. Пошла рассматривать. Ты понимаешь? Ты все? Боже, новая игрушка. Ой. Ой. Ой, прямо. Отсюда. Все. Ой. 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 Она разгрызет его в первую вещь. Еще. Все. Нравится? Все. Все. Пусть. Довольная. Да. Ну и слава богу. Все. У нас ужин. Я быстренько успела нажарить кабачков. Вот такие вот получились. И по бутербродам, короче, кушаем. Всякое такое. И овощи. Вот. И все. Ребята. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока-пока. Пока-пока.